Дмитрий Патрушев И в 21-м году он это говорил И на этой неделе опять назначает с опорой на Олега Дерипаску Прямо так и пишет, что магнат Дерипаска поддержал кандидатуру Патрушева Как возможного преемника В то время как магнат Дерипаска, если вы откроете предлагаемую ссылку Близко не пишет ни о каком преемничестве А пишет, что сельское хозяйство это единственная в стране отрасль Которая получает кредиты не по кабальным ставкам Не слишком понятно, зачем Станиславу Белковскому придумывать последователей своей концепции Если таковые последователи существуют в реальной жизни Брал бы в союзники, к примеру, Андрея Караулова В силу возраста сам Николай Патрушев Даже если власть на год перейдет к Совбезу Это неправильно, если на год это все временные меры А вот его сын, который может стать премьером и, соответственно, преемником Это единственная реальность на сегодняшний день Как не видеть, что другой реальности нет Да, хочет очень, вылезает из штанов, как хочет Медведев Но кто же ему снова доверит страну? Вот да, Дмитрий Медведев вроде как списывается со счетов Но все равно остается в подсознании, как возможный конкурент Дмитрия Патрушева Уважаемый Дмитрий Анатольевич, у меня... Николай, извините, пожалуйста, Дмитрий Николаевич Дмитрий Патрушев, на самом деле, давно ведет себя по-президентски Он ездит по регионам и говорит с людьми, как Владимир Путин Сколько картошки вам еще убирать? Картошки в поле осталось 600 гектаров Они посчитали, что какой-то там, знаете как, должна она быть вот такая маленькая Мы балуемся с объемами, то есть мы и 20 тысяч, что мы выращивали моркови И чуть меньше, пока так, ковыряемся Не балуйтесь, выбирайте оптимальный объем Он проводит такие же видеоконференции, как Владимир Путин На связи все регионы России Совещание посвящено ходу уборочной кампании и финансовой помощи аграриям Дмитрий Патрушев подчеркивает, что даже в сложный эпидемиологический период Работа предприятий сферы АПК не должна давать сбоев Его визиты кропотливо освещаются в местных новостях Урачей Каун Хазарада министр Дмитрий Патрушев Масагат Ирштон и Шаргловак Бетарта Вячеслав Куда бы он ни приезжал, ему показывают лучшие свои достижения Людям вешают медаль на шею, а баранам на спину У этого чемпиона из Степновского округа даже нет официального имени, только порядковый номер Но зоотехники подметили, что такие увесистые альфа-самцы, когда хотят пободаться и проявляют агрессию Издают характерный звук – бр-бр, поэтому называют их бориками Конкретно этот борик получил награду за то, что ответственно выполнял свои мужские обязанности Секция с бориком стала одной из тех, которой заинтересовался министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев во время осмотра выставки Чемпион породы, 160 килограмм, гордимся своими животными Еще бы он ругался на альфа-самца, который любит пободаться и проявить агрессию И даже свою семью он также оберегает от чужих глаз, как это делает Владимир Путин Личная жизнь Дмитрия Патрушева тщательно скрывается от журналистов Известно только, что он женат и воспитывает двоих детей Да что квартиры? Жены министра тоже под грифом секретно Официально у него декларации не указано ни одной Зато новые дети, иногда сразу подвое, без всяких жен появляются там регулярно Как из капусты? Сейчас этих детей как минимум шестеро И в президенты, между прочим, он играет практически с пеленок Еще 9 лет назад, будучи юным руководителем банка, он вот в таком президентском формате подписывал деловые соглашения Подписывается соглашение между Чеченской республикой и ОАО Россельхозбанк О взаимодействии по реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства И регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Подписывают глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров Председатель правления ОАО Россельхозбанк Дмитрий Николаевич Патрушев В Чечне, кстати сказать, его полюбили с первого взгляда Еще тогда Рамзан Кадыров сказал, что банк, которым руководил Дмитрий Патрушев Выдал им кредитов за 12 лет на 45 миллиардов рублей И Дмитрий по приезде пообещал еще Хочу сказать о том, что год еще не закончился И, видимо, еще энное количество средств, я надеюсь, что достаточно солидно Будет направлено в проведение сезонных полевых работ в Чечне Между прочим, обратите внимание, что даже мимика у него тут немножко путинская Точнее сказать, он тут больше похож на Максима Галкина, пародирующего Владимира Путина Вообще-то, главной целью его тогдашнего визита в Чечню Была проверка того, как расходуется кредит, выданный его банком И эта проверка началась с теплиц А что вы здесь выращиваете? Огурец Потом он столь же профессионально проверил точность расходования средств на технику Уборка была ручная Вот сейчас перешли на механизированную, смогли купить комбайн Ну, конечно, благодаря банку Но, наверное, не один комбайн Два комбайна Спустя 8 лет примерно та же история повторится на Совете Федерации Тогда он прибыл туда впервые в должности министра И речь тогда шла не о комбайнах, а о рыболовецких судах Валентина Матвиенко еще не знала, что он будущий преемник И поэтому ужасно на него кричала Вы сами верите в эти цифры? Если вы верите в эти цифры, скажите, где уже заложены эти суда? На каких верфях? Сколько их заложено? Или это опять обещалки под получение инвестиционных квот Отсутствие должного контроля И, соответственно, свои суда не производим Валентина Ивановна, действительно, свои суда производятся буквально недавно Ну, два судна или сколько? Не-не-не, больше сколько сейчас заложено, Илья Васильевич? Но вернемся в Чечню, где Рамзан Кадыров, в отличие от Валентины Матвиенко Никогда не обижал Дмитрия Патрушева И куда тот приехал спустя несколько лет уже тоже в должности министра Но опять с проверкой Министр сельского хозяйства Российской Федерации Лично оценил, как обстоят дела в агропромышленном комплексе Чеченской Республики Итоги своей поездки он подводит на встречи с Рамзаном Кадыровым Дмитрий Патрушев отмечает хорошие показатели развития сельского хозяйства в регионе Действительно сегодня мы съездили, посмотрели и объекты агропромышленного комплекса Посмотрели объекты, которые реализуются в рамках программы комплексного развития сельских территорий Я вам честно могу сказать, я удовлетворен тем, что я увидел Его высокая оценка проверенных объектов привела к еще более высокой оценке его самого Указом главы Чеченской Республики За услуги купления государственности Значительный вклад в развитие сельского хозяйства Чеченской Республики Присваивается почетное звание Заслуженный работник сельского хозяйства Чеченской Республики Спасибо большое Стоит ли Дмитрий Патрушев единственным реальным преемником Владимира Путина? Конечно Потому что об этом вам говорят не только политологи-гадалки, но и гадалки-политологи Ну что я вижу? Дмитрий Патрушев действительно может быть преемником Путина Ну вот посмотрите, он находится с ним в прекрасном тандеме Не знаю, как здесь видно Вот, двоечка-чаш У них союз некий Они часто пересекаются в своей какой-то деятельности Я вижу четко, что они взаимодействуют Вообще никакие политологи ей в подметки не годятся Она все отлично знает без них Смотрим дальше Как же Путин относится к Дмитрию Патрушеву? Явно идет наставничество Вот, Ерафант, старший аркан То есть идет его подготовка И карта идет итоговая влюбленная Вот, прозвучало верное слово А я все думаю, почему Владимир Путин прощает Дмитрию Патрушеву то, что он такой высокий? Наверное, он ему действительно просто нравится Просто влюбленный Может быть, потому что он очень похож на Кевина Костнера И Дмитрий на него тоже так хорошо, так ласково смотрит По фруктам и ягодам тоже отдельную работу ведем Вы давали поручение И мы разработали дорожную карту В соответствии с ней двигаемся И к ориентированию 60% тоже придем Но вы же понимаете, стать преемником и стать президентом Теолитически это не одно и то же Поэтому уже знакомая нам гадалка Прогнозирует конкурентные выборы в Российской Федерации Где сцепятся именно два Дмитрия И она ставит вопрос по существу И по существу на него отвечает Борьба будет сложная Это четко видно Но по карте сила он одолеет медведя Девушка одолела медведя Она приспокойно сидит на спине медведя И чувствует себя комфортно Они все говорят, что он будет президентом Но никто не говорит, когда же он станет президентом Сколько лет ему будет, когда он станет президентом Сколько правнуков у него появится к этому времени Одно определенно ясно Он до последнего дыхания будет скрывать их имена Как и положено настоящему преемнику Владимира Путина